всем привет сегодня у нас такая ближневосточная кухня я подготовил здесь несколько колбасок гриль и конечно же количество специй зашкаливает все разумные пределы я надеюсь что вы будете использовать такое же количество специй для того чтобы получить интересное ароматное вкусное блюдо и так начнем со специй у меня здесь стоит разогревается сковорода для того чтобы специи раскрылись их нужно слегка подогреть обязательно здесь у меня зира буквально чуть меньше чайной ложки 7 гвоздичек 4 коробочки зеленого кардамона пару столовых ложек кориандра все это нужно слегка перемешать пряности разогрелись и издают такой великолепный аромат значит все специи которые нужно помолоть я их всыпаю в ступку и сюда добавляю буквально несколько тычинок шафрана много нельзя потому что шафран обладает ярким йодовым привкусом но это если это настоящий шафран если шафран не настоящий то что вам на рынке продают наши друзья из ближнего зарубежья это не шафран ничего общего к шафрану он не имеет вот смотрите буквально несколько тычинок этого будет достаточно отправляю сюда же теперь добавляю сюда щепотку крупной морской соли крупный до для того чтобы можно было перемалывать все это без труда соль как бы помогает как жирного размалывать пряности таким образом специи раскрываются в два раза ярче чем если мы их не прогреваем на сковороде когда специи уже помолоты но не до конца вот теперь самое время добавлять специи которые уже были заранее перемолоты или вы используете их из пакетика на кончике ложки у нас мускатный орех и сюда можно половину чайной ложки куркумы те специи которые у меня были помолоты я не разогреваю на сковороде во-первых они очень мелкой фракции и если вдруг сковорода нагрета чуть больше нужного они могут просто подгореть у вас когда у нас подготовлена смесь специй смотрите какая она красивая стала супер и очень хорошо пахнет переходим к овощам мне нужен здесь лучок отправляю на сковороду сразу же добавляю розмарин листики тимьяна оливковое масло прям не жалейте учтите что соль есть в пряностях поэтому когда вы будете добавлять все это сковородку думайте о том сколько нужно досаливать но или может попробовать да и узнать об этом как только у нас лук слегка обжарился вместе с травками есть вариант добавить сюда сразу же пару зубчиков чеснока для упрощения можно раздавить сразу же очищается а сам зубчик порубить вот на несколько частей и отправить сразу же сюда травки муравки запахли чеснок лук теперь самое простое решение которое может быть это лечо лечо уже продукт готовый можно конечно и просто так из банки ложкой поесть а можно ускорять процессы которые вы все время пишите ой там рецепт замороченный да вот это ускорит процесс приготовления любого блюда то есть я просто напросто беру и уже готовая лечо отправляю просто в жареный лук смотрите сколько тут по объему в зависимости от количества порций и от количества гостей я все это начинаю вместе прогревать нам тушить это не нужно долго то есть главное разогреть помимо всего прочего я в это блюдо добавлю нут нут отварной можно купить в магазине сухой нут отварить его и держать холодильник он довольно долго хранится и я так часто использую и все прогреваем нут вместе вот с такой лечо томатной заливкой кстати в помидорах если вы не в курсе содержится ликопин и всего лишь ложка томатной пасты покрывает его слегкой на весь день ну то есть дневная норма в 1 столовой ложки теперь следует туда добавить смесь специй полторы чайной ложечки этого будет достаточно обязательно сюда нужно добавить острый перец без которого я не вижу смысла суть своего существования шучу конечно это должно быть немножко так остренько сюда добавляю свежий тимьян дополнительное количество пока у нас это все греется есть вариант взять и нежные стебельки жесткие стебельки не используйте а нежные стебельки можно тонко-тонко-тонко порезать у меня здесь петрушка и кинза это такие популярные растения которые используются в ближневосточной кухне я все это отправляю в сковородку и теперь перемешивают да вот пошел аромат вот тот самый аромат специй остроты пряности травы дальше переходим к колбаскам колбаски берите любые можно купаты можно уже готовые ну я имею ввиду варь отварные сосиски я вот взял колбаски для гриля какой самый главный девайс на кухне правильно варь вот аромат гриле откуда берется когда ваши сосиски в огне сосиски готовы для сервировки буду использовать вот такую вот брутальную сковородку гарнирную часть вот такой вот красивую ближневосточную марокканская алжирская иранская в общем из всех краев вот такую самую слечу подливки пахнет она кстати просто божественно божественно и как вы уже поняли готовится очень просто главное иметь под рукой лечу теперь у нас идут колбаски о сочные классные колбаски атласные оливковое масло зелень кинзы редисочку для украшения используем да и чуть-чуть черного перца сверху для аромата блюдо готово как вы уже поняли делается она довольно просто друзья не забывайте что самые вкусные блюда у нас на канале поэтому рекомендуйте нас своим друзьям я скажу вам огромное спасибо пишите комменты я обязательно вам отвечу ну и конечно же приятного аппетита потому что аппетит весь заключается во вкусной и красивой еде